В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 29 лет в эфире. Канал 16 отмечает день рождения. Новое покрытие, борта, баскетбольные кольца и мини-футбольные ворота. Хоккейную коробку «Сокол» ждет реконструкция на 20 миллионов рублей. Медальный урожай. Воспитанники «Икара» успешно выступили на чемпионате и первенстве ПФО по прыжкам на батуте. Далее расскажем обо всем подробно. 21 февраля 1994 года в эфир вышла первая программа «Канала 16». Называлась она «Давайте познакомимся». Жителям города представили новое саровское телевидение. И пусть формат во многом отличался от современного, главные принципы работы и сейчас остались прежними. Ежедневно рассказывать горожанам о жизни в городе. Честно и объективно. Каким был «Канал 16» почти 30 лет назад и куда движется сегодня, смотрите в нашем следующем репортаже. 21 февраля 1994 года в эфир вышла первая программа «Канала 16». «Давайте познакомимся». Журналист Игорь Грузин вместе со съемочной группой отправился на улицы Наукограда, чтобы узнать у его жителей, нужно ли городу свое телевидение. Конечно, хотел бы. А почему? А почему? Люди бы все сидели дома, занимались своими делами, смотрели телевизор. Аня, что? Свою телевидение, чтобы у нас было. Да. Не знаю. Я редко смотрю телевизор. Телевидение? Жить мы просто здесь не сможем. Да, обязательно. А зачем? А потому что в нашем городе должно все быть. Впервые телевидение в закрытом городе появилось в начале 60-х и просуществовало более 20 лет. Те новости значительно отличались от современных. На формат влияли строгие режимные требования и дефицит хорошей аппаратуры. После достаточно долгого перерыва телевидение в нашем городе возродилось. Но в эфире «Канала 16» горожане увидели уже совсем другие новости. Сегодня городское телевидение возрождается заново. Но нельзя дважды войти в одну реку. И, наверное, наше телевидение будет другим. Мы по-другому смотрим на мир. Изменился стиль жизни. Изменилась сама жизнь. Появились энергичные и предприимчивые люди, которые не пугаются трудностей нового дела. Ну, по характеру, каким оно должно быть? Должно быть, конечно, самостоятельным. Это я говорю заранее. Потому что у администрации намерений как-то управлять телестудии нет. Поэтому самостоятельность. Но одновременно объективность, правдивость и объективность во взаимодействии со всеми слоями, группами населения. Вот это очень важно. Чтобы не было выборочного подхода. Новости Ядерного Центра. Православная тематика событий в сфере культуры, медицины, криминальная хроника. Ежедневно по будням в эфире канала 16 выходил 30-минутный выпуск новостей. Готовил репортажи о людях и для людей сплоченный коллектив операторов, журналистов и монтажеров. Специалистов ярких, творческих, идейных. И каждый, кто работал здесь, кто начинал этот проект, все абсолютно это понимали. Все работали, не считаясь со временем. Мы все уходили в 9-10, в 12, в 2. Вот как надо. Так работали. Причем работали по всем направлениям. Владимир Иванович правильно сказал. Весь город был как на ладошке. Был, значит, Слава Лопашов – молодежная программа. Ира Нехаева – спортивная программа. Особо цены среди материалов тех лет фильмы о городе считает журналист и телеведущая Ольга Корнилова. Документальные ленты не только рассказывали зрителям о истории родного Наукограда, но и показывали жизнь закрытого города тем, кто никогда не сможет попасть на другую сторону контрольно-пропускного пункта. Один из самых популярных форматов тех лет – прямые эфиры. А они живее смотрелись. И люди-то живые приходили, не в записи, а, скажем, если особенно, когда начинались выборы, что у нас там творилось. Но прямые эфиры. Все пытались выйти в прямой эфир, чтобы провести какую-то акцию рекламную. Очень много. Это вот первое, что я оцениваю, что самое позитивное – это прямой эфир. Сегодня медиапространство стало гораздо шире. Актуальные новости можно получить, открыв ленту практически любого мессенджера. Канал 16 идет в ногу со временем. Мы есть на всех популярных цифровых платформах. Но в то же время бережно храним традиции эфирного вещания, заложенные основателями канала 16. Политика, культура, спорт, медицина, происшествия, региональная и федеральная повестки. Мы делаем новости о вас и для вас. 21 февраля, впервые в 1994 году, 29 лет назад, вышла первая передача. Но на самом деле предприятие было зарегистрировано в ноябре 1993 года. И для нас, для всех это год 30-летия организации под названием телерадиокомпания «Канал 16». 30 лет «Канал 16» на острие информирования граждан о политике, о спорте, о событиях и новостях, о простых людях, которые живут в нашем городе. И я думаю, что впереди у нас большие перспективы и еще 30 лет работы. К своему 30-летию в ноябре мы готовим масштабный ретроспективный выпуск «Пешком по Сарову». Вспомним, как все начиналось, поговорим с ветеранами Саровского телевидения, найдем старые кадры. И все это покажем вам. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Хоккейную коробку «Сокол» ждет реконструкция. На спортивной площадке установят новые борта, баскетбольные кольца, мини-футбольные ворота и систему видеонаблюдения. Покрытию также уделят особое внимание. Оно будет бесшовным и пористым. Общая сумма контракта составит 20 миллионов рублей. Сечатое ограждение сильно изнушено. Во время игры в хоккей шайбы порой вылетают за пределы коробки, что становится небезопасным для прохожих и припаркованных авто. Оставляет желать лучшего и покрытие литовой арены на Куйбышево. Новую жизнь хоккейная коробка получит уже в этом году. На ее реконструкцию потратят 20 миллионов рублей. Спасибо большое администрации, депутатам городской думы, которые первоначально нам выделили финансовые средства на проектно-сметную документацию. Она появилась. И потом уже на 23-й год спасибо большое выделили на финансовые средства для реконструкции хоккейной коробки. Поэтому на сегодняшний момент 6 заявок уже есть. Сейчас проходят конкурсные процедуры. До 21-го числа мы уже узнаем, кто же тот счастливец, который будет выполнять работы по капитальному ремонту хоккейной коробки. Особое внимание в проекте реконструкции уделили покрытию. Его планируют сделать бесшовным и пористым. Такое покрытие считается травмобезопасным для летних видов спорта, а также подойдет для заливки катка зимой. Также планируют установить баскетбольные кольца, мини-футбольные ворота и систему видеонаблюдения. Будут меняться и сетчатые ограждения, и сама хоккейная коробка ограждения. Это и скамья запасных полностью будет меняться, осветительные приборы. Здесь будет заново меняться освещение, то есть реконструкция. Ну и, естественно, благоустройство рядом. Здесь и асфальтированные дорожки, и подъезд к самой коробке будет. Это все заложено. Работы по реконструкции планируют завершить к концу года. Самые частые вопросы горожан – закроют ли коробку для жителей и сделают ли вход платным. Обновленная хоккейная коробка будет доступна всем горожанам, кроме того времени, когда она будет закрыта на технические работы. Вход также будет бесплатным, пояснила Юлия Юртайкина. Должность советника по воспитанию появится со следующего учебного года в школах всех российских регионов с федеральной доплатой, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Кроме того, Кравцов поддержал идею проводить разговоры о важном не только для школьников, но и для их родителей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Россиян начнут информировать на госуслугах о льготах и выплатах, которые положены при создании молодой семьи, установлении опеки и в случае потери кормильца. Гражданам уже автоматически приходят уведомления на портале о положенных мерах поддержки по пяти жизненным событиям. Сведения будут получать те россияне, которые зарегистрированы на портале и в личном кабинете заполнили согласие на рассылку. Почти на 30% сократилось число зарегистрированных безработных в России, отчиталась вице-премьера РФ Татьяна Голикова. За различными услугами в службу занятости в течение 2022 года обратилось около 3 миллионов человек. Средняя продолжительность поиска работы в стране выросла с 4,3 месяца до 4,6. Среднее время поиска работы с помощью карьерных консультантов составило порядка 3,5 месяцев. Ситуация в части безработицы в России остается стабильной. Уровень регистрируемой безработицы фиксируется на прежнем уровне – 0,7%. На улице Селкина около дома 6 водитель Форда спил пешехода на нерегулируемом переходе. После наезда водитель столкнулся еще и с другой машиной на полосе встречного движения. Чем еще запомнилась минувшая неделя для сотрудников ГИБДД – расскажем далее. В прошлой неделе на дорогах города сбили двоих пешеходов. ДТП произошли 13 и 14 февраля. На улице Селкина у дома 6 водитель Форда Фокус наехал на пешехода на нерегулируемой зебре. После этого машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с остановившимся перед переходом Витсубиши. Пострадавший получил сотрясение мозга – перелом хирургической шейки правого плечевого сустава со смещением. Он выехал на полосу с предназначенным на встречное движение, где уже остановилась машина. То есть в встречном управлении стояла автомашина Митсубиша Аутлендера. Водитель видел этого пешехода, остановился, пропускал его. Вот водитель, который управлял автомашиной Форд Фокус, он не увидел этого пешехода, а осуществил наезд на него и в результате после этого выехал на полосу встречного движения. Еще один несчастный случай произошел также на улице Силкина у дома 34. Водитель ВАЗа не учел скорость движения, а также дорожные и погодные условия. Избил человека на нерегулируемом переходе. Пешеход получил многочисленные травмы. Водители привлечены к административной ответственности. Основной причиной таких происшествий выступает невнимательность водителей и пешеходов, несоблюдение скоростного режима автомобиля. Если сели за руль, то нужно быть очень внимательным. Можно думать, во-первых, за себя и еще за остальных, кто вокруг вас движется или переходит проезжую часть дороги. А водители, они у нас получают водительское удостоверение, то есть проходят обучение. И, как правило, подтверждается, что они знают правила дорожного движения. Поэтому они должны думать за двоих, когда управляют транспортным средством. За себя и еще за того, кто переходит проезжую часть. Утром 20 февраля в Сарове произошла авария с участием грузового автомобиля и машины Сузуки на Варламовской дороге. Есть пострадавшие. Сотрудники ГИБДД поясняют обстоятельства. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Бронза, два серебра и два золота. Пять медалей воспитанники спортивной школы «Кар» привезли с чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе в Оренбурге. Подробнее об успехах саровских спортсменов расскажем далее. Катя Мирясова в детстве была очень активна и просто обожала прыгать. Влечение девочки заметила бабушка и отвела ее в спортивную школу «Кар» к тренеру по прыжкам на батуте Александру Абакарову. Сейчас за плечами юной спортсменки 8 лет тренировок. Регулярно она принимает участие в соревнованиях разного уровня. На последних состязаниях в Оренбурге взяла золото. За годы упорной работы спортсменка вывела для себя формулу успешного выступления на любом состязании. Чтобы победить, нужно спрыгать в комбинацию с чистыми ногами, с прямыми встать в зону и не шагать. И чтобы не волноваться, я думаю, продумываю все свои комбинации. Воспитанники Александра Абакарова успешно показали себя на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе в Оренбурге. Спортсмены завоевали пять медалей – бронзу, два серебра и два золота. К состязаниям готовились долго и упорно. Важный этап тренировок – прикидки. Больше мы проходим прикидки на оценку, выполняем перед соревнованием. За полторы недели мы уже начинаем прикидки, набивать комбинации на чистоту, на технику, на приземление, на оценку. Уже не учим какие-то другие комбинации, вот какие делают, вот их оттачиваем. Состязания в Оренбурге стали самыми яркими и запоминающимися для Евгения Кулькова. Юноша впервые завоевал золото. У Александра Коронаевича он занимается уже восемь лет. За это время успел стать кандидатом в мастера спорта и на достигнутом останавливаться не намерен. Софья Елгаенкова привезла с соревнований серебряную медаль. На двойном мини-трампе мне нравится выполнять комбинации, которые я посложнее уже учу. И в принципе-то уже трудные комбинации. А на батуте, ну там я что-то могу делать то, что не умею на двойном мини-трампе. Тренер у нас достаточно может сказать веселый, иногда может быть и строгим. Может поддержать в трудную минуту, что-то подсказать. Также две воспитанницы спортивной школы выполнили норматив мастера спорта России первый раз. Закрепят успех и докажут свое право на почетное звание они уже на следующих соревнованиях, которые пройдут в конце месяца в Ярославле. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА